Мы начнем с такого вопроса. Обязательно ли использовать ПЭТ и КТ при неходчкинской или ходчкинской лимфонии, либо можно использовать контраст усиленной КТ-сканирования для лечения КТ-сканирования. Ушло более 15 лет на то, чтобы прийти к окончательному выводу, и недавно вышли труды по этому вопросу, в которых указывают, что ПЭТ-КТ на сегодня стала стандартом для стадирования пациента, у которого лимфома. МТГ глюкозная. Можно задать еще такой вопрос, какая лимфома является МТГ-обитной? И как мы видим на этом слайде, в основном еще не все лимфомы, у них есть серьезная степень МТГ, от 95 до 100%. Разве что лимфомы не узловые, маргинальные, и кожные лимфомы, и небольшие лимфоцитные лимфомы. Это исключение. Я сейчас вам покажу, как ПЭТ-сканирование проводится для стадирования в большинстве случаев лимфомы. Но, конечно, можно и встречный вопрос задать. А что КТ-сканирование добавляет при ПЭТ для диагностики лимфомы? Мы не поставим вопрос по-другому. Стоит ли проводить контрастно улучшенное КТ-сканирование, кроме ПЭТ-КТ? Но вот тут у нас пока маловато опыта. Есть 87 пациентов, которые стадировали к концу лечения, им делали ПЭТ-КТ и контрастно дополненное КТ-сканирование. 61 пациент прошел и КТ, и ПЭТ на базовом уровне 26, в конце лечения это проходили ПЭТ-КТ. 11 пациентов помогло перейти в другую категорию, а КТ-сканирование не могло простудировать в более высокую категорию ни одного пациента. В результате два пациента импродили ПЭТ-КТ, но ни один пациент не изменил вариант лечения, исходя из результатов КТ-сканирования, а те двое изменили. КТ-сканирование помогало выявить тромбозы из глубины и в трех случаях клинические поражения, хотя ни одно из них не подтвердилось на предмет лимфомы. Короче говоря, КТ-сканирование ничего не дает дополнительного к тому, что мы получаем от ПЭТ у пациента с лимфомой. Почему ПЭТ-КТ дает такую ситуацию? ПЭТ-КТ это, собственно, сочетание двух моментов. Первое – это традиционное КТ-сканирование, и вы видите, что при этом в КТ-сканировании есть большая специфичность. Или же, если уже у вас есть знания о том, что пациент страдает от лимфомы, и вы хотите разобраться, есть ли у него какие-то локализации в тороксе, в грудной клетке или в брюшной полости, когда вы делаете КТ-сканирование, это помогает увидеть аномалии в грудине, в брюшной полости, и тогда можно быть уверенным в том, что там лимфома. Но если же провести ПЭТ-сканирование обычно, чтобы понять, есть ли там какая-то аномалия, болезни, в брюшине или в брюшине, ну, не обязательно это лимфома, а что-то еще патологическое, то тут получается, что ПЭТ используется для поиска любых аномалий. Уровень, можно, от результатов там невеликий. Если сопоставить эти два изображения, КТ-сканирование и ПЭТ, КТ, и это дает большую специфичность от АКТ, а высокая сенситивность идет от ПЭТ, то вместе, если сочетать это все, это дает общую точность очень большую. И вот этим объясняется успешность применения ПЭТ-КТ при стадировании лимфомы. Теперь перейдем к подтипу лимфомы. Что ПЭТ-КТ нам дает при лимфоме в почке, например, в стадировании? ПЭТ-КТ показывает нам гиперсенситивность, она больше, чем при КТ, и при других вариациях традиционного стадирования. В результате 1,25%, которые пошли на повышенное стадирование, по результатам ПЭТ-КТ это сделано, и 2-й стадии, не точно стадию 4. Были также пациенты, которые прошли стадирование, но только в 69% стадии лечения пришлось пересматривать по результатам ПЭТ-КТ. Если взять ламбулярное поражение, в ПЭТ ни один пациент не демонстрировал поражение костного мозга, в результате биопсии. Либо, можно сказать так, что все пациенты, у которых был позитивный результат по сканированию на уровне костного мозга, потом трифановая биопсия костного мозга была сделана, но при этом в новых случаях не было выявлено, даже при использовании ПЭТ-КТ. Получается так, что если мы делаем ПЭТ-КТ, то можно при этом не делать трифановую биопсию костного мозга, потому что это ничего дополнительного для стадирования пациента не дает. Теперь насчет диффузной крупноклеточной лимфоматинной зоны, агрессивная фолликулярная лимфома. Есть большая эффективность 90% ПЭТ-КТ, более чувствительная, чем контрастно-усиленная КТ. Кстати, они выявили иногда даже несколько повреждений печени, все безерки, легких, ничего не видно было на КТ-сканировании. В результате процентов 20 пациентов пошли на более высокую стадию. И опять же, почувствуют, что можно не проводить контрасты с дополненной КТ, если уже при помощи ПЭТ-КТ произойдет на стадирование. Эффективные результаты менялись в 15% пациента в результате того, что их переводили на более высокую стадию. Фолликулярная лимфома. Тут есть интересные результаты, которые опубликовали не так давно, особенно итальянские коллеги, модельские коллеги. ПЭТ-КТ дает возможность перевести процентов на более высокую стадию, в 18-30% случаев, но при этом надо учитывать то, что пациенты на ранней стадии, находящиеся, переходят на более высокую стадию, на третью или четвертую в 60% случаев. Число пациентов, которые переходят с ранней стадии на протвинутую, составляет 60%, а это большой процент. И это опять же происходит, несмотря на возможности ПЭТ-КТ, выявлять вневзилковые поражения, в основном в костях, в ЖКТ, селезенке и коже. Однако, чувствительность тут невелика, даже очень маленькая по проживанию костного моста. Известно, что есть три разные степени агрессивности поликулярной лимфомы, но пока нету взаимодействия между агрессивностью лимфомы. И другими показателями, если мы видим на базовом уровне повышенные показатели, это соответствует укороченному времени, которое есть для лечения пациента. Но вот это очень интересный и важный момент, применительная к фоликулярной лимфомы, как ее стадируют при помощи ПЭТ-КТ. И тут мы видим соотношение стадирования при помощи ПЭТ и стадирования при помощи КТ без биопсии костного мозга. Это слева, а справа то же самое с ультрифановой биопсии костного мозга. И тут мы отмечаем, что это очень плохое соотношение по стадии 4 при использовании ПЭТ-КТ, в отличие от стадии 4, где используется просто КТ. Корреляться очень плохая слаба. Но если используют трифановую биопсию костного мозга при КТ, то тогда, как мы видим, процент на 4-й фазе очень близок к проценту ПЭТ-4. ПЭТ на стадии 4 при ПЭТ-КТ и трифановой биопсии костного мозга. Стало быть, что трифановая биопсия костного мозга может выявить определенные случаи, которые не были выявлены только лишь при КТ. Но если мы конкретно рассмотрим вопрос корреляции между биопсией костного мозга при помощи трифана и ПЭТ-КТ при оценке состояния костного мозга при фазе были однолеугольными, то тогда получается, что есть большое число случаев, у которых выявили именно результат при помощи протонной биопсии и КМ. Однако эти случаи на ПЭТ-КТ не были выявлены. Это означает, что ПЭТ-КТ может выявлять несколько внезвуковых поражений, однако не в костном мозге. А в костном мозге, если вы хотите выявить телефон в костном мозге при поликулярной миофонии, то надо все еще полагаться на паналовую биопсию КМ. Ну и, наконец, есть интересный опыт французских коллег, которые пишут о том, что можно под мастерские баллы считать при взлоковом поражениях, при поражении КМ и результаты видны на версии КМ. Если я не превышаю капсу, это показатель размер поражения будет 70 метров. В диаметре более 6-ти взлоковых зон поражено, но это на ПЭТ-КИСКОВИДА. И если есть ПЭТ-КТ-БАУН, который превышает 2, то эти пациенты не будут давать достаточно хороший ответ на обычный режим лечения. Но вот этим я хочу подчеркнуть очень важную программическую роль ПЭТ-КТ при исследовании базовом в случае фолликулярной лимфомы. Есть еще одна серьезная проблема, которая связана с тем, как можно простудировать лимфому пациента с помощью ПЭТ-КТ. Вот тут мы видим расширенную локализацию по костному мозгу. В этом случае это агрессивная форма Б-клеток. Проражение костного мозга в целом означает, что форма распространилась в нежзинково, а по определению это соответствует стадии 4. В общем-то целом поражение костного мозга при лимфоме это плохой прогностический показатель. В большинстве случаев агрессивная П-клеточная лимфома и Т-клеточная тоже. А при холочковской лимфоме поражение костного мозга это относительно редкое явление. Поражение костного мозга обычно бывает при диффузной лимфоме и других неагрессивных холочковских нехолочковских вернее лимфом в отличие от холочковских. Однако есть как приемные исключения и надо помнить о том, что в некоторых случаях диффузная лимфома проявляется на гистологии костного мозга в том смысле, что когда у нас есть крупноклеточное поражение от тройной ППФСИ, то можно выявить небольшие там понятия костного мозга, например, такие как но не будет так, как то, что при холочковской лимфоме бывает, однако они относятся к тому же к тому же суковых поражений. То есть иногда есть дисконтартность по поражению в КМ даже при диффузной лимфоме и ПЭТ-КТ в этом случае не может выявить эту тонкость, это поражение. И я скоро вам покажу, кстати, как ПЭТ-КТ проявляет себя в таких случаях. итак, есть у нас два варианта того, как можно рассмотреть поражение костного мозга. Самый частый вариант это папкальный вариант принятия в печи костного мозга. И это бывает при холочковской лимфоме, но редко, честно говоря, редко. при диффузной лимфоме, периферийной, так же лимфоме. И в этих случаях ПЭТ-КТ более точное дает результаты и редко, потому что выявить больше повреждений, нежели даже биомолит. Но если есть диффузная макомплиния дичи, это так, что, всего, мы имеем дело с другими лимфомами, это будут фолликулярные лимфомы, и тогда ПЭТ-КТ показывает более низкую чувствительность нежели трефиновая биопсия КМ. Получается, что надо понимать, что поражение костного мозга может быть выявлено при лимфоме Кочкина, при диффузной лимфоме при периферийной пакетлистной лимфоме, лимфома мантийной зоны или фокальных поражениях. Если есть индолентная лимфома, как я раньше показал, то тогда очень низкая чувствительность получается. Я также хочу конкретным образом размотреть вопрос поражения КЛ при диффузной пакетличной лимфомы. Мы видим, что лимфома вот что литературе в этом пишут. Это первая глава, которая рассматривала поражение носа мозга при Ходжкинской лимфомы. Они оба пришли к лимфоме, что при Ходжкинской лимфоме проводится накопление ФДГ, и это фокальная форма, которая видна на ПЭД, но из больницы Сан-Томас в Лондоне специалисты пришли к воде о том, что там обрыв пошел там есть фокальные диффузные накопления, а французы вот, например, написали о том, что литературе отражения КЛ было только фокальное. Очень видим, что авторы пишут о том, что будто диффузные, формат поражения КЛ надо ожидать в фокальной форме, а иногда в фокальной и в диффузной. В принципе, фокальное накопление, ДГ-накопление, оно несколько источников требует, и трепановая биопсия в таком случае не может отобразить как раз позитивные статы по этим повреждениям, и обычно в этом случае нельзя увидеть корреляцию всего этого на КТ. ПЭТ-КТ имеет большую чувствительность. В общем и целом, такие повреждения могут отображать как раз то, что необходимо включить в лимфомию. Может быть поражение косметрой диффузной лимфомии, но все время обрывается, поэтому очень тяжело, честно говоря. Гиперплазия и реакция на цикотины при косном мозге, однако это совсем не означает, что это болезненное поражение. При диффузной лимфомии и диффузном накоплении это может означать неспецифическую воспалительную реакцию на диффузную лимфомию, или это стимуляция КМ при помощи факторов роста. При диффузной лимфомии, если рассматриваются фокальные и диффузные варианты накопления в качестве того, что указывает на лимфомное поражение, чувствительность подсканирования тут рассматриваю. А тут мы видим, что происходит, когда фокальное в ДГ накопление есть повышенное, а также фокальное и диффузное накопление в ДГ при поражении КМ при диффузной лимфоме до клеток. Вот классические диффузные терапоры. Тут мы видим достаточно хороший уровень чувствительности, но только по фокальному варианту накопления, однако есть высокая специфичность чувствительность при фокальной и вообще не полномерно диффузное, он хотел сказать. При наличии негативного БЭТ-КТ результата уровень или показатель БЭТ-КТ или патрифановой процедуре патрифановой с другой стороны довольно часто есть позитивные статы по ПЭТ-КТ, хотя негативные по биопсии. 25% примерно случаев. Есть большой мета-анализ, туда вошло более 600%. один пациент не был холстицирован как статия 4, исходя только лишь из БЭТ-КМ, то есть опять же подмондонских коллег 130 диффузных подлечных лимфом 97 имели результаты негативные по ПЭТ-КТ, сканирование по КМ, 33 имели позитивные результаты по ПЭТ-КТ, сканирование 95 имели отрицательные статы по МСИ-КМ и только двое имели пассивные результаты после МСИ. Это означает, что сегодня есть негативные результаты по ПЭТ-КМ и многих пациентов мы имеем доказательства лечебной линии уровня космого мозга по результатам биопсии. А если есть позитивные результаты по ПЭТ-КМ и фокальные и диффузные формы, если это и фокальные и диффузные накопления, то всегда есть позитивные результаты по биопсии, однако если только фокальные формы наблюдается, то четверть пациентов имеет накопление ФДГ в факальном случае, и тогда будет постигнут результат по биопсии, ИКМ и авторы приходят к поводу о том, что специфичность чувствительность пэк планирования высока, а чувствительность трефиновой биопсии, ИКМ составляет всего процентов 40, это мало. Но если задаться вопросом, какое прогностическое значение поражения костного мозга, которое мы видим на ПЭД, или при помощи биопсии, то тогда мы получаем разные результаты у пациента, если у него, например, негативный или позитивный результат биопсии, как у пациента, и если есть позитивный статус пациента на ПЭД, на негативное, а и негативное ПЭД, значит, тут нет уже беспрогрессивной выживаемости у пациентов, у которых были позитивные или негативные результаты пэдсканирования. То же самое наблюдалось с израильскими коллегами в старшем они сказали, что в большой группе пациентов не было вообще безпрогрессивной выживаемости и как и при позитивных или негативных результатах в плане пустого мозга. Почему? Потому что трефановая пенсия пустого мозга помогла вычленить везде подгруппу пациентов и они пошли на разный режим лечения. Вот мы видим пациентов у которых позитивное отражение по позитивному мозгу в теракальной зоне в позитивных структурах и также если пациент пошел на полную эмиссию то фотопиния так называемая начинается вот здесь и она как раз начинается там где сначала выявили пассивный результат полуфокального накопления СТГ и тут мы видим как раз эффект отзеркаливания сначала мы имеем высокий пассивный результат а теперь как бы затяжнее то есть нет вроде как ничего что с этой начаткой можно было обрабатывать то есть есть фотопения одновременно там же где раньше было полученное накопление СТГ это классический вариант поражения костного мозга до и после лечения вот тут мы видим КТ изображение ПЭТ изображение и диффузный ПЭТ КТ изображение по повздошенной кости когда там лимфома ее поражает и тут мы видим практически ничего не видим на КТ снимке конечно видим фокальное отражение на ПЭТ снимке и это подтверждается позднее там даже диффузная форма еще есть если провести порой визуализацию например магниторезонансную МРТ то все равно можно увидеть патологическую зону кости и вот здесь на том же уровне как и на диффузных снимках где вы видели эту аномалию поэтому получается так что поражение костного мозга выявляется на ПЭТ при диффузной форме и это надо еще подтверждать при помощи второй визуализации например при помощи МРТ Переходим к следующему вопросу можно ли использовать количественные параметры для стадирования пациента и есть еще вторая задача есть ли возможность преобразовать ПЭТ стадирование в плане качественных прогностических маркеров или количественных то есть мы рискованы по мере того как по ЛТГ мы наблюдаем за ситуацией можно ли ПЭТ переводить с качественных показателей в цифры можно ли это как-то количественно измерить или вычислить и это очень непростая задача для клиницистов но будет интересно нам летим поработать и посмотреть если такая возможно ну тут мы видим что шкала Грей тут пригодится как наверное самый лучший образ образец таких снимков имеется на виду использование серого цвета изображения вот если мы используем ПЭТ-сканирование то задаются определенные ограничения если используется только лишь шкала серого для для чтения снимков если сопоставить эти локализации лимфо по разной интенсивности наточных цветов то вот сделано получится что тяжело разобрать тяжело вычлинить смотреть или дифференцировать патологические предъявления оно практически не отличается от того что он высок активен вот этот справок если у нас фон не такой активный то тогда можно выявить и даже измерить размер и интенсивность накопления ФДГ так вот как раз если мы видим и используем разный тентинфер надо это сопоставлять с фоном на котором расположено поражение повреждение для того чтобы эти ограничения патологической нергию пройти используется показатель СУВ и можно с помощью него оператор независимо может проводить замеры интенсивности накопления ФДГ и мы видим что стандартная величина накопления это как раз соотношение между замеренной активностью по конкретному участку зоны деленная на активность которую инъецировали но как бы сейчас там еще в лесу учитывается но есть большие проблемы как мы видим когда мы стандартизируем при ПЭП вот такие параметры но есть еще один важный момент это важное преимущество при подсканировании в коричневом плане мы пытаемся в этом случае напрямую проанализировать в целом объем опухоли которые видны в снимке если делать деление деление зоны по краям опухоли тогда можно будет замерить вот это исходя из соответствующих правдовых значений в этом случае можно получить представление металлической активности если помножить это значение на стандартное величие накопления тогда мы получим гликолиз который наличествует при этой опухоли и это очень даже неплохо для интерпретации снимков ПТКТ и также в виде метаболической активности опухоли хотя бы полагаем какая почему мы выбираем только лишь круговое значение то есть мы выбираем только процент того что измеряем в конкретной зоне надо ведь помнить о том что есть частичные эффекты объема так называемая при определенной активности отдельно взятом участке патологической зоны в основу то что оно измеряется оно берется из опухоли а у есть иная активность которая зависит только лишь от распространения других элементов этих кривых как раз мы видим то что ниже порога находится а тут я там представление об активности опухоли а то что выводится выше порога это то что частичные эффекты объема дает поэтому всегда надо выбирать пороговые значения тот порог который 41 составляет в большинстве исследований и от него уже ориентироваться есть предварительный опыт хотя достаточно продактивный по исследованию почки технику 59 пациентов со всеми стадиями 37% стадии 1,2 33% стадии 63% стадии 3,4 мы отмечаем что конечно разница между тем у которых малый объем опухоли и большой объем опухоли есть эта разница но если почитать эти два разных объема и сопоставить их с ответом на два курса химотерапии и рассмотреть вариацию по дельте СИВИС она превышает 70% относительно базового уровня после двух циклов химотерапии то в этом случае можно сделать стратификацию пациентов на три класса по разному риску заболевания рецидива или прогрессии заболевания и это можно сделать очень эффективно и действительно это очень перспективный такой вариант использования изображений под сканированием вам всегда надо учитывать и то что есть определенные ограничения когда мы используем это СИВИ стандартное значение накопления при количественном измерении с ним под сканированием СИВИ имеет пиковое значение по целевому повреждению но погрешность по относительным измерениям этих количественных величин наценивается в пределах 10-10% по пик лосемьи а в других случаях эта погрешность может быть аж 30 или даже 40% если не применять тщательную систему калибровки сканера то может быть риск наличия абсолютных замеров но они не будут на самом деле отображать истинное значение или размер и какие эти проблемы бывают ну например если не откалибровали сканер соответствующим образом то может быть разница между активностью фона она иногда может превышать 10% то же самое бывает если активность не инъецированная пациенту далее если техник синхронизирует свои часы с таймером аппарата ну и еще проблем бывает срогов лопозы она не ниже 120 мг децилитр в этом случае тоже уровень сахара в крови пациента должен быть сравним с инъецированным FDG а так будет отмечена плохая активность инъецированного с инъецированной среды и это немаловажно эти снимки должны быть получены через 60 минут после инъекции FDG но если время на накопление не составляет плюс-минус 10 минут относительно 60 минут то тогда будет большая погрешность и опять же тут параметры для реконструкции изображений используются и надо выделять конкретные повреждения которые вас интересуют есть кое-какие моменты которые влияют на эти измерения поэтому мы применяем фантом который заранее собран я не хочу тут вам технические пробности описывать сейчас собрали специально такой фантом для калибровки активности и это драматизация снижает и собственно так в Италии и было у вас вот мы видим 10 центров с соответствующими сканерами мы использовали традиционный фантом на каждом пэт участке но есть стандартное отклонение 8% но если один фантом сдать в эти разные центры то мы видим меньшую разницу по стандартному отклонению 2,1 от пробных сканеров и это хорошо есть много для международных исследований перспективно по онкологии и количественным результатам по пэт-сканированию можно говорить о персонализированном подходе и индивидуальных режимах лечения пациента благодаря таким направлениям так можно индивидуально построить лечение используя данное возможно подскан увидеть уровень метаболитической активности и это можно интегрировать с биомаркерами которые тоже очень важны при Ходжкинской лимфомии и так лечитой лимфомии даже узелковыми поражениями но вот исследования которые напрыгают лимфом количественного сканирования вот тут мы использовали опыт использования сканирования для того чтобы предсказать лечение лимфомии которое проводилось после двух циклов кемотерапии но если использовать биомаркеры по базовому уровню то можно выявить но для группы пациентов у которых минус отритатное лечение по сканированию есть малая вероятность рецидива лечения но с другой стороны не тех же пациентов у которых высокий риск биологических маркеров и там сохраняется вполне устойчивый риск неудачного лечения на долгосрочной перспективе вот если сочетать сканирование и биологические маркеры то также есть возможность выявить пациентов у которых будут иные ожидаемые результаты то есть мы заранее можем лучше просчитать и стратифицировать риск пациента это делается благодаря сочетанию прогностических измерениях пэт-изображений и биологических маркеров по этой причине на фазе первой используем г-вибрацию вот футом этот используем приятного показана второй фазе на 4 разных исследования охотничные лимфомы плоскоклеточные карциномы шейной зоны и головы метастатические формы этих карцином и пэт-изображений пэт-изображений лимфомы этаполическое значение опухоли но также прям в расчет но в общем тут используем биологические маркеры что позволяет нам выстроить прогностическую логику но мы видим как этот фантом передавался и использовался в разных странах надо сказать что в общем и целом группа полиэнфоми предварительно согласилась присоединиться к этому исследованию и тут выйдем другие страны где есть предустановки они тоже участвуют в исследовании я надеюсь что скоро мы получим предварительные данные вам представим ну вот окончательный мой слайд я хочу поблагодарить организацию за приглашение на эту конференцию виртуальную но все же вот тут я работаю в Куньо там еще два года тому назад начиналась работа которая рассказывала и у нас хорошая солнечная там у нас и это очень зажигает энтузиазм для проведения клинических исследований еще раз очень благодарю за внимание а что там и на и и их